Всем привет уважаемые зрители, вы на канале Рудич Геймс. Перед вами продолжение прохождения за апокалипсис. В прошлой серии убили крюка, переводителя ренегатов и отправились на кордон. Здесь нас встретили огромное количество разных группировок, которые играют против меня. Напомню о том, что вся зона сражается против нашей группировки. Получится ли у нас сегодня захватить кордон, узнаем совсем скоро. А перед тем как приступить к бою, поддержите канал подпиской, так как 5000 совсем скоро. Также буду рад вашему комментарию. Спасибо, приятного просмотра. В общем я остановился на кордоне, на меня кто-то быкует. И не странно, потому что врагов тут достаточно. Именно сейчас на нас наступает грех, военные, бандиты и СБУшники совсем рядом. Огромные толпы движутся с предбанника, там прям жесть что происходит. Теряем мы точки на болотах, на юге болот нас давят бандиты. Ёпта, так, что-то я выбрал не лучшее время для обзора карты. Ладно, так, это наши, не понимаю. Ты тварь, я забыл включить интерфейс, точняк. Это все-таки чужой. Все-таки используем даггер, супер крутое оружие, которое я отжал у крюка. Крюк это... Ёпта, вы что орете? Сколько вас? Крюк это предводитель ренегатов. В версии Global War 0.3 появились предводители. Можно запросто купить в них лидерство. Или же убить лидера и получить за это награду. Да, есть такое. Модификация развивается. Фига, он отлетел. Прикалывают то, как NPC-шки отлетают в воздух или там в сторону куда-то. Ведь даже не граната. Представляете, что бывает при гранатах. Они вообще в космос тупо улетают. Ой-ой-ой-ой, засосало. Это греховец. Или грешник. Короче, не важно. Грешники или греховцы. Насрать, короче. Вот и СБУ. Короче, план таков. Нам сейчас надо двигаться на деревню новичков. Вот это сейчас отобьем. Закрепимся на ТП-шке полноценно. Потому что там кто-то еще есть. Чел недобитый. Кто-то сзади заходит. Это сталкеры. Чешо. Надо взять как можно больше всего полезного. Наверное, уже хватит. Сейчас нас прессуют активно греховцы. Слева к нам заходят натовские бойцы, да? Миротворцы. Твою мать. Честно, я даже не вижу ближайшего рассвета в нашей ситуации прояснения. Да, это жестко. Кстати, надо провести все-таки обзор на карту. А че наши застыли? Че с вами? А-а-а. Там чел недобитый. Он заглючился, наверное, да? Хотел добить, но не добил из-за того, что он тупой немного. Тупость это не конец. В общем, я еще понял то, что кевларки багованы. У них хоть есть изнашиваемость, но если ее снять, кевларку, или перезагрузить игру, или сейв, короче, то кевларка возвращает свое прежнее состояние. Состояние 100%. Да, тяжело, конечно. Не знаю, получится ли кордон захватить вообще. Но я уверен в том, что мне нужно захватывать именно кордон. Мини-карта кишит разными группировками. Хотелось бы пойти на юг, на предбанник уже. Ах ты, морда стремная. Ляп. У меня отбили АТП, но я его благополучно захватываю пока что. В этом мне помогают кевларки. Две третьего уровня и одна пятого. Без кевларовых пластин здесь нереально жить. Ёпта. Главное не умереть. А если и умираешь, то желательно иметь точку отката. Ах ты, стой, стой, говорю, стой. Блин, убежал. Очередной отряд, который заспавнился, разбили. То есть мой отряд. Обидно. Да откуда вы беретесь? Не понял, это чё, баг? Я надеюсь, здесь нет рандомного спауна. Это очень странно. Эти бойцы берутся из ниоткуда. Как будто бы, может мне кажется. Дарк сталгер. Нейтралы. И опять натовские бойцы. Да что ж такое? Я тут чё, всю игру буду сидеть? Опять огромная пачка к нам идет. Блин. Срочно надо идти на предбанник. Оттуда их основные силы и идут. Мы вроде как захватывали уже базу на Агропроме. Чё-то прекратили захват. А может наши точки там и были уже? Но это баг. Возможно это всё-таки баги и наши пропали оттуда. В чём я не уверен, если честно. А вот, кстати, база на МЗ потеряна. Захватить быстро. На остальных территориях вроде более-менее. В данной ситуации, когда я уже полчаса стою на АТП, я вынужден понижать силу игры. У меня стояла средняя. Пожалуй, я поставлю медленную. Это может послужить огромной проблемой. У некоторых влетает игра из-за огромного количества НПС. А у меня же вроде как вылетов нет. Я тут уже стою битый час, блин. Хоть и игровой, конечно, но всё же. Блин, немало успел перебить. Меня это бесит. Я надеюсь, они теперь будут спауниться поменьше. Они будут спауниться так же, как и раньше, конечно же. Но время спауна не такое будет короткое, как раньше. Кто это? Это наш вроде. Васёк, вставай. Пистолет рулит. Тут же дофигища лута. Я-мая. Ладно, у меня уже перегруз, надо идти. Я думаю, что уже в состоянии пойти на деревню новичков. Правда, вот это стоит зачистить. Хоть и второстепенные территории, которые ничего не дают. Но всё же стоит их захватывать. В этой ситуации, да. Когда много вражеских отрядов. Противовес надо тоже иметь большое количество. Надо кого-то отправить на захват некоторых точек. Туда побежал. Ну и остальное пусть будет на обороне. Тут уже очередная пачка военных идут к нам. Где-то здесь должны быть чистое небо. Последние представители чистого неба на кордоне. Да и в принципе на всей территории ЧИЗО. Чернобыльская зона. Очуждение, ёпта. Для ты гнида. Не фигня, пистолет использовать уже не варик. Даггер пора ремонтировать у меня уже. В плохом состоянии он. Капец. Какой-то челик неадекватный выбил у меня из рук оружие. И теперь оно побитое. То ли оно со временем износилось. То ли что? То ли реально оно повредилось от удара об землю. Такое иногда бывает в разных модах. Очередная пачка греха на нас топает. Что ж такое? Сколько можно? Тёмные сталкеры время от времени с забытого леса приходят. Страшно. Очень страшно. А мы уже хаваем агропром по полной программе. Уже захватили лагерь и базу. Очередные отряды на подходе. Надо брать всё, что там есть. Блин, а чё лагерь взяли? Иди-ка сразу на базу, старина. Следующие приоритеты на северную базу. Пусть туда теперь топают. И на кордон, на депо. Или я уже ставил? Не, не ставил. Долговцы вижу активные. Блокпост, приёмник, свалка. Это их цель. Говно. Новая пачка военных на ТП топает опять. Прям огромная пачка. Три отряда. Два отряда пошло на старую ферму. База нейтралов. Йооо. Я хочу кушать. Надо покушать. Война войной, а кушать всегда надо. Куда пошли? Вернулись быстро. Ещё нейтралы. Я реально вернусь немного назад. Но я вышиблю атакующие отряды, которые идут на мою базу. А, ты сдавался? Сорян. Чё-то мне плоховато здесь. Отбери успешно нападение военных. Но новые опять же. Всё новые и новые. Это всё не шутки. Отлично, новый отряд появился. А кто вы такие вообще? Пулемётчики. А что это за? М60. РП-74. И третий чел. Что это у него в руках? Покажись. Просто интересно. Ну, это ФН-2000. ФН. Конечно, такой себе. Но вот пулемёты. То, что у группировки есть два вида пулемётов. Обычно у высокого ранга других... Блядь. Сорона, наверное. Обычно у высокого ранга группировок есть или М60, или РП-74. Это такие пулемёты. А тут сразу два. То есть, понимаете, насколько высокого полёта группировка? Это апокалипсис, детка. Ресурсная точка в гул-карты не захвачена. Надо отослать кого-то, да? Ой, потерял точку. Не, не надо. Принес. Погнали на тайный лагерь. Это новая точка. Ну, как она старая, но она выглядит по-новому. Там теперь башня. Вот так теперь выглядит кордон. Вон деревня. Вон тайный лагерь, который теперь... Его теперь сложно назвать тайным, потому что он очень явный. Реально вышка торчит. До нескольких километров можно увидеть. Новички. Здоров. Хоть меня и давят массово, количеством. Но, как видите, я до сих пор живой. У меня с автомата херачат, а мне нормально. Надо с этим что-то решать. Я рассчитывал на то, что кевларки изнашиваются и теряет свою прочность. Но они что-то не заканчиваются. В общем, они забагованы. Я не хотел быть терминатором в этом прохождении. Потому, ну, блин. Рассчитывал на то, что они будут изнашиваться. В такой ситуации я вынужден что-то с этим делать. Мне надо, наверное, взять и купить три пластины первого или второго уровня. Как вам такое? Бля, я подумаю над этим. По-любому надо немного себя фиксить. Я уже захватил, вообще-то, АТП. Вот, почти дошел до деревни новичков. Черные сталкеры как-то пробрались на кордон, наверное, с этого перехода. Выбери мою точку ресурсов, засранцы. Кордон, завод, это их цель. Блин, ну, надо вернуть эту точку по-любому. Пусть отряд стоит. Он будет защищать базу от напасти из свалки. Это однозначно. А сталкеры уже вот-вот подойдут нам. Это очень плохо. Бля. О, апокалипсис. Пошли отбивать базу костер под деревом. Вот это молодцы. Нет! Очень неприятно умирать. И понимать, что ты сохранялся очень давно. Но, тем не менее, я уже возле деревни новичков. Тут собралась целая толпа военных. Нейтралы. Как-то надо что-то делать. Надо смириться с тем, что нас ждет огромное испытание. Нужно будет все-таки, может, 3 кевларки второго уровня поставлю. Может, 3 третьего. Может, вообще первого. Не знаю, можете написать об этом в комменты. Но не факт, что я успею прочитать ваши комменты до того, как запишу новое видео. Записываю обычно наперед. И когда вы смотрите видео, я обычно уже записываю новое. Блин, чаще всего так и получается. Просто потому, что по-другому я не успеваю. Ничего не успеваю по-другому. Что есть, то есть, короче. Приходим в деревню новичков. Размазываем всех нафиг. Камон. Ты на меня бы канул? Не понял. Мне еще везет то, что они не экзоскеритчики. Представьте, если бы это все экзоскерит. Кстати, да, пока мне везет. А что там севернее? Севернее Монорит, который по силе. Самая сильная группировка вроде. Рейтинг группировок на такой случай есть. Первое место это Монорит. Мы второе уже. Третье зомбированное. Что странно вообще. Гнилой мертвец и их лидер. Охорону Монорита. Понятное дело. Юзеф Крамер. Так. Это все интересно, конечно. Но кто в меня стрелял? Наверное, ты. Короче, там, скорее всего, будут экзоскеритчики. Моноритовцы. Но это не точно. Им бы дать сожрать какую-то группировку, чтобы они свою силу подняли. Чтобы я к ним пришел. Они уже разожраны. Прям капитально. Ай. Ну все. И позахватываю базу. Ах, нет. Что происходит? Я потерял АТП. Мне надо возвращаться обратно. Это максимально неприятная новость, конечно. Я своих кентов потерял. Это не просто функционалы. Это мои. Обратия. У тебя и овощ. Накачан там препаратами всякими. Закодирован. Гребаные миротворцы. И военные. И СБУ. Ой-ой-ой. Прям много всего там. И греховцы к тому же. Погнали. Тут еще кто-то из деревни. У меня уже почти не осталось патронов, кстати. Блин. Реально хватит для меня патронов. Что у меня есть? У меня вроде было HK. То есть G36. Да, точно есть. И немного патронов на нему осталось. Ты скоро кончишь? Прости, конечно. Но дети не должны такое слышать. Все сразу ревнулись на завод. На север локации. Завод почему-то выбится. Почему так? Короче, пока эти чуваки не захватили АТП, надо быстро это сделать за них. Они немного тупонули. Они вроде выбили наших чуваков, но не захватили базу. Это их промах. Что за фигня? У меня что, вообще патронов не осталось? Новая пачка двигается. Да задолбали вы же. О, они на меня согрелись. Молодцы. Ко мне, ко мне. Реально все ко мне пошли. Нафигеть. Держимся, пацаны. Ой. Что-то слабовато. Держимся. Драгоценные патроны. О, попал. Гад. Не вижу. Реально никого не вижу. О, у меня же гранаты есть. И еще один партнер. Смотрим на карту. Отлично. Прямо четко. Вот это надо подобрать по-любому. Уже нечем стрелять вообще. На деревню опять прут. Да блин, их же только что не было. Откуда? Стой, бандиты. Откуда там взялись? А, они с предбанника пришли, похоже. Писец. Ни хрена. Кто это такой пришел? Этот чел мне все хп только что чуть не убрал. Это винторез. Короче, бандосы топают с предбанника. Вообще вся вот эта толпа, которая ко мне сейчас идет, это все предбанник. Надо идти туда. Это самое опасное место ЧЗО в данный момент. Сохватить агропром, что-то они там тупят. Что-то я так подумал. Может, мне вовсе не стоит повышать сложность. То есть мастер у меня стоит, но кивларку, наверное, стоит оставить. Кивларка сейчас мое все. Меня убили. Отлично. В общем, нам срочно нужно двигаться к торговцу, затариваться патронами. Вообще ничего не осталось. НПС это, конечно, классно. Бутать, собирать, обывать. Но у них мало чего есть полезного. А именно мне нужны патроны на даггер. Отремонтироваться. Потеряли точку ресурсов почему-то. Старую ферму опять теряем почему-то. На ТП нет торговца. Вот на базе нейтралов, судя по всему, должен быть. Сидорович, я не уверен, что он торгуется. То есть не уверен, что у него можно заказать что-то. Потому на базу нейтралов мы все-таки пойдем. Будем искать своего торговца. Торговец здесь. Есть что-то для меня? 50 тысяч, ну это уже серьезнее. Но кажется, все-таки пофиксили немного. Она была больше, кажется. Все-таки я пришел к выводу, что пока оставлю килларки. Ставить что-то меньше будет уже себе в огромный убыток. Я отсюда живым не вылезу, это точно. Потому ставим то, что есть. Патроны на даггер побольше. Еще и заказать сверху. Здравия желаю. Короче, чувак, я бы у тебя отряды купил. Только денег не так уж и много. А собирать вот эти все стволы времени особо нет. Вот F1 давай штук 5, значит. Пистолетные патроны. 5 пачек, 250 штук. Короче, не получится отремонтировать даггер. Ремонт стоит 76 тысяч. Многовато, кажется. Ну что, будем копить. Это оружие того стоит. Я прям на все сто уверен. А, стойте, у меня же есть ремнобор. А нафига реально? Не понял, чего это за мыдло? Темный сталкер, что ли? Я не уследил за тем, что у меня уже ранг эксперт. А если я эксперт, то у меня есть доступ к новому снаряжению. Запрашиваю готовое снаряжение. Значит, эксперт. А тут нет такого. А где эксперт? Бля. Ну это точно не ветеран и точно не профи. FN2000 мне особо это не нравится. Ладно, насрать. Ходим с тем, что есть. То есть даггер очень даже устраивает. Можно покупать ремноборы. Это очень сильно экономит деньги. Реально. Тем временем наши на агропроме уже заходят на вторую базу. То есть на верхнюю. Меня это очень радует. Было бы хорошо, если пскордона наши на север шли. Темные сталкеры меня постоянно терроризируют. Значит, надо ставить приоритеты на темный лес. Вот этот, как его? В забытый лес надо ставить приоритеты, чтобы щемить темных сталкеров. База в диком лесу. Давай. Опять на АТП дашь. Короче, нападки военных не прекратятся, пока я не захвачу предбанник. Туда сейчас я отправлюсь. А это что? Наши? Куда двигается? На завод агропром. Вы услышите? Не все же туда идите, пацаны. Вы что? Если все тут будет двигаться, это охерня. Давайте поставим еще на глощину приоритеты, чтобы они прям по всем фронтам расходились. Меня грех очень сильно тоже жмет. Ля, надо же. Даже наш отряд пошел на депо. Увидим наших на свалке. Понемногу выбиваем базу вторую на агропроме. Блин, радует. Серьезно, радует. Задвинулись с места. Сейчас пойдем на южный блокпост. Но сам я туда, конечно, не пойду. Товарищ, пойдешь со мной? Зеленый ты еще? Я с тобой не буду водиться. Это мастер. Это хреново. Я еще эксперт. Многие со мной не захотят идти пока. Короче, погнали выбивать вашего капитана-каптерку. Или как там его зовут? Это легендарный персонаж из Сталкера, созданный одним интересным ютубером. Ну что, погнали выбивать вашего капитана. Где мой хлеб? Надо покушать. Надо где-то хавки взять. Что-то он очень голодает здесь. Персонаж реально из леса вышел. Голодный капец. Эта база слабовато обороняется. Хоть бы пулемет поставили. Не, я уверен, он там есть, конечно. Но что-то он не работает. А мы, кажется, захватили уже блокпост. Офигеть. Я просто стоял и ничего не делал. Серьезно говорю? Я не знаю, как это получилось. Теперь у нас пулеметчики. Мощные ребята. Ранг мастер, да? Мастера ведь? Ну, в общем-то, теперь все будет четко. Действовать в команде, конечно, он не будет. Пулемет можно купить за 104 тысячи. Но, к сожалению, я вообще ничего не могу купить. Кроме как три аптечки. Патроны вот эти можно продать. Граната 3 тысячи стоит. Подорожали. Спаунится здесь торговец. Это хорошо, конечно. Но у меня нет денег. Бандиты пришли с предбанника. Пока. Пока и до скорой встречи. Мы уже близко. Я не могу никого с собой взять. Эксперт и ниже я не могу искать. Так как нет на это времени. К тому отправлюсь сам. Мастера со мной не пойдут. На предбанник. В открытой местности мы спаунимся. Меня это не особо устраивает. Ой, а что-то мне насрать. А что мне так насрать? Неужели это так сильно хиларг действует? Или же из-за того, что у них 5.45? Это горимые типа патроны. Да-да. Горимые патроны. Недооцениваю, конечно, РПК. Вообще люблю. Это, я так понял, базы была, да? Мы захватываем первую базу. Уже на нас миротворцы идут. Военные. В первую очередь пойдем, наверное, на деревню. По пути на логово наскнёмся. Вот эти логово вбивать или нет? Ладно, разберемся уже потом. Сейчас главное пойти на базу. Надеюсь, здесь не будет вылетов, как это было когда-то на предыдущих версиях. Вот так-то. Ух ты ж, твою мать, чё это за толпень? Видите это? О, господи. Нормально тогда. Паутаться пришли, пацаны. Господи. На убой пришли. Там где-то должен быть Капитан Прайс. Капитан Прайс это предводитель миротворца, вроде. Лидер, короче. Сколько же их там полегло, интересно. У бандитов здесь никого нет. У бандитов, по идее, в тёмной долине кто-то есть. Что именно нужно посмотреть, уточнить. Давай, до свидания. Лежать. Ну и, короче, погнали сразу на деревню. Чего ждать? Пять метров пробежал, устал уже. Всё, задыхается. Миротворцы. Ещё один. И ещё. Они как будто бы ниоткуда берутся в этой точке, где-то на холме. Чувствую, надо вернуться и немного помочь. Вот этот отряд хотя бы выбить. Не понял, это что, гроза? Что же у вас за ранги? Мастера. Ну, понятно тогда. Такое оружие и пособирать можно. Такое я, конечно, подбирать буду. Это здесь сраные пещеры. Блин, я точно туда не хочу идти. Ненавижу пещеры. В войне группировок. Деревня уже рядом. Оттуда как раз идут сталкеры. Встретим их. Сами бандиты и сталкеры. Отличная компания. Ой, как кидануло. Вроде на кордоне пока всё тихо. На болотах так же. Блин. Чё, на болотах потеряли две базы, оказывается? Надо это сейчас исправлять. Обычно я делаю вот так вот. Перехожу на карту. Дебаг мод. Апокалипсис. Вот так вот. Ну, конечно же, я это не делаю, если это не считается справедливым. Точки, которые объективно забаговались и пропали с нашего контроля, я возобновляю. А если же я понимаю, что наших там не было точно, то я, конечно же, так не делаю. Вот же я вижу пустую базу. Я туда никого не заспавню, конечно же. Я точно знаю, что мы её ещё не захватывали. Хотя, вообще-то, это не точно. Может, уже и захватывали. Но я пока что дам им время. Может, ещё захватят сейчас. Но употреблять этим дебаг модом точно не стоит, короче. Главная суть всего повествования. Потому что потеряется весь интерес. О, аптечка. И ещё один. Последний представитель нейтралов, контролирующий деревню. Он, наверное, в подвале. О, точно, здоров. Захват пошёл. Что же в этом интересном ящике? Два бинта и два клея звезда. И можно заклеить себе, не знаю что, что-нибудь. Обычно костюм можно зашить. То есть, не зашить, а заклеить. Куда я дальше пойду? Сразу пойдём, наверное, на базу миротворцев. Сейчас выбьем. Хотя, можно оставить на следующем видео. Да, точно, Капитана Прайса на следующем видео. А сейчас пойдём на военную базу. Блядь. Вообще-то, хотелось бы увидеть всё-таки сегодня Капитана Прайса. Я опять меняю своё решение. И всё-таки пойдём мочить миротворцев. Ладно, так уж и быть. А кто? А кто здесь? А кто, интересно, предваритель СБУ? Это можно увидеть здесь в списке оккупировок. Кто на первом месте? Кстати, мой первое место уже. Монорит посунули на третьем месте. 302 членов клана. Мне кажется, больше было. А чё так произошло? Это что, нормально вообще? Кто-то выбил монорит, хотите сказать? Но вы же все друзья. Вы чё, прикалываетесь? Не, не может быть. Всё-таки, наверное, такое число и было. 302. Не могли они испариться. Потихонечку начинаем преобладать. Уже раз, два, три, четыре, пять локаций за нами. Что просите, военные на базе нашей? Там вроде один отряд всего, надеюсь. Я надеюсь, конечно. По пути можно зайти в гости на здешний лагерь. Я их вот вижу уже. Наблюдаем. Не понял, чё это вы ещё живы. Какого хрена? Опять? Все гранаты закончились уже. Ух ты, какие живучие. Говори, где твой капитан? Где твой капитан Прайс? А, он уже умер, точно. Он уже не скажет. Что это? HK-41. Выглядит вроде прикольно. Что если я его попробую? Какой он вообще? Ой, фу, фигня. Мне не нравится. Что может быть лучше, чем М1000 Даггер? Это же лучшее оружие в зоне. Кстати, а как вы считаете, какое оружие в Сталкер? Глобал Вар? Самое интересное, самое убойное, самое удобное. Жду ваших комментариев. В общем, базу СБУ мы пока минуем. Не туда я иду. А пойдём в самое пекло. Хуже, чем здесь, нигде нет. Они наконец-то перестали идти на кордон. Их так много там. Это, наверное, сказывается медленная война. Они медленно спавнят атакующие отряды. У нас есть время. Ой, бля, там слышится музыка вот эта горимая. Блин, а как я выключить? Можно же, надеюсь? Вот только я говорил про атакующие отряды. Не видно, типа, да. Конечно, уже пошли. Короче, в базе это играет стрёмная музыка. Потому мы сегодня будем захватывать эту базу под мою музыку. Захвачена большая часть базы. А я так и не встретил капитана Прайса. А вот и где. Я тебе сегодня встречу, надеюсь. Пошёл уже захват двух баз. Две базы хаваются одновременно. Это значит, что раненый зверь опаснее, короче. Так что надо быть осторожнее. Сейчас выйдет капитан Прайс и всех перевалит. Две базы захвачены. Ещё одна. Так, это наши. А, ах ты тварь. А вот и Прайс, кстати. О чём я и говорил. Мой чел подобрал даггер. Но Прайс всё-таки расстреливает всех. Ему на всех насрать. Мощно. Этот Кент теперь достаёт гранату и кидает в меня. Собственной персоной. Кто это? Боже. Тут ещё какой-то супер имбовый перец. Уоррен. Офицер первого класса. Уэсли. Что это? Гос... А, это обычный NPC, кажется, да? Этот чел. Я не знаю, что у него за ствол. Надо посмотреть. Он меня так быстро убивает постоянно. Очень уже интересно. Вот опять экзосхеричек какой-то мощный. Что у них за снаряга вообще? Ага. Легенда. Миротворец. Понятно. Это калибр, который прошивает пиларовые пластины. Нафиг. Они никак не закончатся. Один на один с Капитаном Прайсом? Ну как? Вряд ли один на один. Помрёшь сегодня? Генерал Прайс, стой. Он же уже не Капитан. Да. Логично. Он же лидер группировки. На повышение пошёл старина. Так, а где ты? Он уже отхилился. О, есть. Цель уничтожена. И что же я получаю за это? Нифига, да? В сообщениях у меня должно быть сообщение. Типа, я получил бабки, если бы я их получил. Но нет. Первая база захвачена. И я до сих пор жив. Короче, это сверху пулемётчик стоял. М60. Не. Фу. Фу-фу. У меня намного лучше. Тут уже фигня осталось. Пару человек замочить. И всё. Две базы уже освобождено. Одна захвачена. Кто-то есть наверху. Посреди миротворец. Так понимаю. И всё. И база под нашим контролем, блин. Здорово. Он ещё жив. Кто этот чел? Здорово. Вышка захвачена. Короче, всё. Ну, это всего лишь одна из сложных баз на предбаннике. Это одна из самых больших баз здесь. Но есть ещё одна. И ещё одна. И ещё одна. И ещё. В общем, очень много здесь всего. Надо захватить вот эту базу ещё. Военные подходят. Всё. Теперь мы полноценно захватили три базы в этом городке. И теперь я могу закончить это видео с чистой душой. Я захватил хотя бы одну базу. Даже три базы на предбаннике. В следующем видео мы продолжим схват предбаннике. И уже выберем, на какую территорию пойдём дальше. Это или тёмная лощина, или свалка, или поляна. Агропром уже нет смысла захватывать самому. Там всё делают за нас наши партнёры. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. Ссылка на телеграм в описании. Там часто бывает важная информация по каналу. Всем спасибо. И удачной охоты, сталкеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok